приветствую вас дорогие друзья и сегодня мы разберем произведение но не обычно просто вот там каким-то одним пальцем и не просто ну так скажем по нотам или как-то вот с рук вы будете снимать нет мы сегодня с помощью простого произведения научимся разбирать другие произведения то есть мы заложим правильные принципы аппликатуры и при этом за один вечер вы получите очень хороший результат соедините руки и в общем-то многое очень многое сделать за маленький промежуток времени давайте сделаем три шага то есть первый шаг разберем правую руку что нам для этого нужно во-первых для скорости современном мире нам необходимы современные технологии такие у нас есть на сайте переходим на сайт там тренажер бесплатно для вас эта композиция там есть ждет вас переходите по ссылке ниже и что нам нужно нам нужно но можно послушать мелодию но нам сейчас потренироваться нужно при этом потренироваться в данном случае мы будем тренировать только правую руку это будет первый шаг чтобы начать тренировать правую руку что нам понадобится найти ноту до до немножечко ноты надо знать если кто не знает у нас есть бесплатный курс и там буквально несколько занятий хотя бы одно занятие по первой октаве пройти еще и вы уже знаете ноты вот вот этой вот октавы так называемой первой да где особенно мы вот любим ставить вот эту красную точку на ноту до так вот как раз нам и нужно найти вот эту ноту до и поставить пальцы последовательно так как беговой на беговой дорожке бегают спортсмены то есть этому пальцу будет принадлежать это но то это клавиша до этот этому пальцу это и так далее подряд я даже специально приготовил такие наклеечки чтобы вы видели вот эту так называемую позиционную игру то есть многие музыкальной школе когда учатся они не замечают но они к этому приходят так и так что они чувствуют что они играют в одной позиции а потом переходит другую в гитаре например такой сразу такому сразу обучают а в пианино почему-то не все откровенно об этом говорят вот давайте сегодня по откровенчим и сразу я вам эту позицию обозначу и вот смотрите у нас обозначилась позиция там где должны стоять ваши пальцы я специально вам так не нужно делать вам специально просто чтобы лучше видеть что у меня пальцы встали именно в эти места даже в программе это видно кстати какие я сейчас клавиши нажимаю так вот из этой позиции мы разберем только первую часть на маленький кусочек находится это здесь дальше мы можем выделить на сейчас посмотрим да и так вот у нас первая часть которую мы разучим вся она играется вот в этой позиции то есть никуда рука и пальцы не уходят если посмотреть подписаны пальцы так обозначаются пальцы номерами 1 2 3 4 5 для правой руки правая рука играется сверху то здесь написано 5 3 3 это произведение маленькой елочки зимой 5 3 3 дальше опять 5 3 3 и можно просто ориентируясь даже на пальцы то есть не зная нот вы можете ориентируясь сейчас на пальцы спокойно сыграть если вы поставите в позицию это важно да вот в такую позицию вот и дальше у нас 5 4 3 2 1 если это сыграть сразу же с аккомпанементом давайте попробуем так можно повторять ну то есть я в данном случае в куте включил зацикливание и так пока у вас не отработается с нужным темпом заметим мы даже не разбираем темп мы не разбираем длительности нам это не нужно почему потому что тренажер нам в этом помогает поэтому можно сложность ну какую-то сложность с помощью тренажера упростить в данном случае даже например вот подсказать может что например вот неправильно ноту нажимаете и если вы долго не отвечаете вот здесь появится ту ну такая подсказка ту ноту которую он от вас ждет в данном случае он от меня вот эту ноту ждет пятая нота вот от этого кружочка красного да вот он кружочки красный и вот оно получается по пальцам если только считать 5 3 3 5 3 3 и подряд 5 4 3 2 1 и заново но важно что на самом-то деле композиции выходит за пределы данного данной композиции данного данной позиции да вот и нам нужно просто вот таким вот движением перенести руку в другую позицию сейчас для нас это будет вот такая позиция опять я воспользовался подсказочками наклеил для вас специально такие метки до маркеры которые показывают куда я ставлю пальцы ведь у меня четвертый он вообще из данном случае не участвует потому что ну в данном случае он и не участвует и он вообще слабый тут удобная аппликатура получается следующей части после того как мы разучили в этой позиции перенеся руку в другую позицию мы нажимаем ноту третьим пальцем потом пятым третьим вторым первым первым и вот тут происходит очень интересное что из позиции позицию есть множество способов перехода то есть как нам вот и синий до в зеленую мы просто поднятием кисти и плавно переносом но в данном случае мы не так не будем делать мы будем делать вот оставаясь на предыдущие ноты мы ручки сложим гармошкой поближе друг другу и пятый палец вот этот поставим на вот эту синюю для того чтобы мы могли потом расправить на старую позицию встать то есть вот такой вот интересный переход когда мы берем и умеем но есть такое у нас то упражнение специально на этот прием что мы расширяем кисть сужаем до расширяем сужаем и вот так вот можно потренироваться потому что периодически действительно пианистам постоянно нужно расширять и сужать кисть то есть вот это упражнение очень полезно вот так вот получается мы играли и вот тут вот наша задача приблизить к первому пальцу пятый для того чтобы вниз взяли мы домой ну вот это вот сыграть но чтобы это не так запутанно было давайте я вам сыграю опять мы в зеленой позиции в данном случае поджимаем палец расправляем на нашу позицию и так можно повторять пока не получится я вам советую очень вот если у вас не получается в таком быстром темпе можете сделать темп помедленнее еще если наоборот хочется побыстрее то есть можно еще и быстрее тренировать и в итоге у нас получается что мы разделяем композиции на определенной части тренируем их потом другую часть тренируем шовчики склеиваем потому что иногда очень хорошо первая вторая часть получается а вместе не могут начинающие пианисты сыграть и в итоге нужно не первую вторую проиграть целиком вместе дальше если посмотреть полный идет повтор то есть если вот глянуть дальше то опять такой же повтор и опять заново маленькой елочки холодной зимой поэтому я могу сказать ну вердикт такой мы выучили маленькой елочки холодной зимой то есть оказывается вот так просто правую руку можно выучить давайте попробуем после правой руки второй шаг это выучить левую руку для этого я перехожу к следующей главе нам после того как сдал вот я во второй главе во второй мы левую руку изучаем отдельно тоже также тренировочку и в данном случае правая у нас залочено да то есть у нас нужно левой заняться здесь тоже могут быть очень ну сложные для чтения ноты особенно когда вы вообще не знаете нот но я вам подскажу оказывается здесь также нужно просто встать нужную позицию и все давайте я наклею я наклеил вам маркера специально чтобы вы видели куда нам ставить пальцы в данном случае не будут участвовать второй палец и третий здесь кстати нумерация такая же 1 2 3 4 5 палец да так если кто не знал нам понадобится всего три ноты и эти три ноты как раз располагается вот в этих местах то есть 5 вот здесь 4 здесь и 1 здесь вот и вся композиция играется вот этими ну по сути сказать аккордами только виде их басовых нот поэтому зная это я в принципе могу просто запустить разбор левой руки без зацикливания без всего прям вот встречать и смотреть на пальцы и нажимать нужный палец замечу что те кто учится читать ноты научиться читать ноты это один навык а научиться читать пальцы на нотах это другой навык поэтому не читая нот чисто по пальцам чисто в позиции ну когда вы стоите просто вот читать пальцы пятым нажимаю первым нажимаю чехол двух минут начинка в эту письму который у меня тоже и все мы сейчас нажимаем разку разку на письме на рейтинг и она не получается не об этом нужна большая нотка это уже такая вот печень и жмите то что есть это оно имеет большую массу и скоро который играет в руках вы просто в руках Чувствовали ритм каким образом? А если вы играете не вовремя, то тогда композиция прерывается. И это немножечко даже, ну, немножечко раздражает, и вам хочется попадать вовремя. И вот это вот ощущение ритма, тренировка ритма, как раз с тренажером, она проходит вообще незаметно даже для вас. Но по итогу, по итогу нескольких композиций вы уже начинаете чувствовать ритм, да, даже не зная значки ритма. Хотя ритмы мы отдельно изучаем в других уроках. Если вам интересно, можете тоже найти такие, у нас бесплатные есть. Так вот, продолжаем. Первый палец. Пятый. Первый. Четвертый. Первый. Пятый. Первый. Четыре. И первые. Четвертый. Ну и, в общем-то, заново идет. Ну и, в общем, вот такая вот композиция у нас. Но это был всего лишь второй шаг. Но наша задача главная, это итоговая, это соединить это все вместе, а иначе как, ну, знаете, вы левая, знаете, правая, а вам скажут, ну, а сыграй новогоднюю композицию, это какой-нибудь сыграй. А вы такие, ну, вот вам левая, вот вам правая. Будет смешно, да? Ну ладно. Для этого мы переходим в следующую главу, в следующее занятие, третье, где играем уже двумя руками разучив. И как нам это сделать? Ну, вообще есть в совмещении рук такая проблема. Руки плохо слушаются друг друга и как-то вот, если плохо заучено правое, если плохо заучено либо правое, либо левое, либо обе, то, конечно, к совмещению очень сложно приступать. Поэтому я желаю вам на первых занятиях именно выучивать очень хорошо правую, выучивать очень хорошо левую, да, по крайней мере, погонять чуть-чуть как раз вот определенные места, особенно те, которые не получаются. И только тогда, когда уже вы не обращаете особого внимания, да, вот тогда начинает соединять. Но если вы очень торопитесь, то вы можете это с тренажером сделать еще, ну, проще намного. Давайте посмотрим, как. Естественно, начинает левое. Вам просто нужно поставить в нужную позицию и поехали. Здесь некоторые даже действительно на коленочку ложат, да, когда артистизм вырабатывает то, что такие прямые сидят, особенно детишки такие, вот, и на коленке лежат, а потом правое вступает. Вступает, да, вот мы можем примерно так же, да, левой дать вступить. И готовый. И вот здесь как раз и начинаем. Что есть при соединении? Есть просто координация и раскоординация. Координация – это когда вы скоординированно вместе играете левой с правой, да, вот. А разкоординация – это когда вы поочередно, да, с какой-то долей очередности. Так вот, соединение – это чередование координации и раскоординации. В данном случае мы будем тренировать координацию. А именно, вот есть такие вот черточки здесь, это такты, да. Вот каждое начало такта мы будем брать в левой руке ноту, а правая рука будет играть мелодию. Потом снова в левой вместе с правой, да, и левая висит, да, басит, а правая продолжает, ну и так далее. То есть получается, что у нас две руки будут всегда в один, ну, в сильный такой, так называемую сильную долю вместе совпадать, а правая будет доигрывать. Совпадать и правая будет доигрывать. Если вы заметите, ну, потом, когда будете играть, то, оказывается, левая играет в сильную долю постоянно. Вот как бочка играет в современном музыке постоянно, только что помедленнее. Вот здесь левая, она ровно, то есть у нее там, 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 вот это вот постоянное, вот этот ритм она держит, да. Но только разные ноты берет. И вот тут вот давайте чувствовать надо, когда вот здесь первым играется, да, а тут пятым. И тут классно, что вы не думаете о нотах, да, а вы уже думаете чисто о пальцах. Вам только пальцы надо прочитать, пятый и первый. Вы такие, пятый и первый. Отлично. А поскольку вам нужно держать в левой, вы три, три зажимаете, да. Снова нужно поднять пятый и первый, да, в правой. Три, три. А вот здесь в левой четвертый, а в правой пятый. И вниз добегает пять, четыре, три, два, один. Правая. И вот тут сходятся руки первыми пальцами на до, вот так. Вот. Они в этой композиции, они часто будут это делать. В итоге мы помним, что вот начиная уже после вот этой пробежки, мы должны переместить, вот чтобы сыграть вот эту вот часть, мы должны переместиться выше на зеленую позицию. Встали. Как только встали, ничего страшного, играть кусками. Абсолютно нормально вначале делать некие паузы и отрывочками маленькими играть, да. Так нормально, так и нужно на самом деле. Дальше. Вот здесь у нас третий, а здесь пятый. Дальше. Пять, три. Вот здесь у нас первый слева, а здесь второй. А вот здесь, помните, гармошкой сжаться нужно, чтобы пятый к себе подозвать. И с левой, вот здесь четвертым сыграть. Честно, я бы вот вам советовал вот это сразу место выучить. Просто вот взять, зациклить вот таким вот образом. Сейчас попробую. И вот отработать прямо, вот сидеть и вот только отрабатывать. Ну, я не знаю, раза, раз десять. Ну, и вы поняли. Взяли мы домой. И после, как вы отработали вот эти места, опять повтор идет. То есть, опять у нас переход, когда взяли мы домой, мы на синей сыграли позиции, да. Это условное обозначение чисто для вас сегодня. Никаких синих, зеленых позиций и оранжевых не бывает. Это просто маркет для того, чтобы вы сегодня за вечер выучили композицию двумя руками, но правильно, в позиции, с правильной аппликатурой, научились работать с композицией, разделять на части, разделять на правую и левую руку и правильно соединять. Ну, ничего себе, да. Ради этого можно и наклеить некоторые наклеечки на время, да, для того, чтобы получить такой опыт за такой короткий промежуток времени. Так вот, когда мы сыграли наш... Да, спасибо, детки. Когда мы сыграли эту часть, нам нужно снова перенести правую руку на зеленую позицию и внимательно третьим, здесь пятым, сыграть. А здесь второй и первый. Потом поджаться. Снова вот это отработанное место, надеюсь, вы отработаете его. На самом деле оно здесь... Оно на самом деле здесь постоянно, поэтому я и советую вам. Оно и в первой части, и во второй, и вообще постоянно. Взяли мы домой, взяли мы домой. Вот эту вот штуку, если отработаете, останется только вам промежутки отработать. Всё, композиция готова. Класс. Вот это и есть разбор композиции. Ведь не сложно, да. Вот эти позиции на самом деле вы начнёте через некоторое время видеть. Вы начнёте, ну, особенно когда будете изучать курс, начнёте понимать, каким пальцем, какой аппликатурой играть. У всех вопрос такой. Ну ладно, вот ноты. Но в нотах обычно не подписывают пальцы. Очень, ну, только для начинающих. В основном уже во взрослых композициях там, ну, просто один пальчик напишут, потом 10 нот, опять один. Там, ну, просто вот рекомендации какие-то, да. Но спрашивается, а как выбирать аппликатуру? А вот оказывается, есть определённые методики такие вот, да, как это можно сделать. Вот сегодня мы, в принципе, прошли одну из них. Вот. В общем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ну, рано, наверное, ещё поздравлять. Но, тем не менее, я поздравляю. Если вы эту композицию разобрали, пишите комментарии, спрашивайте вопросы. Если что-то непонятно, у нас есть служба поддержки, квалифицированные, классные музыканты, они тоже могут подсказать. И до новых встреч. Пока.